После назначения второго президента Республики Казахстан Касанжи Марта Такаева. А что ведь звучит, а? Второй президент. Так вот, после назначения второго последовали международные звонки телефонные. Телефоны в аккорде разрывались, линии связи накалялись до красна. Но зато у нас теперь есть прекрасная возможность посмотреть, как всегда, на это все со стороны. Хронологию звонков можно посмотреть на сайте Аккорды. Понятно, что, наверное, не все звонки нам видны и точно можно быть уверенным, что содержание этих разговоров мы не узнаем еще лет 20, как минимум. Но догадываться кое о чем нам ведь никто не запрещает. Первый звонок 19 марта 2019 года из Аккорды, естественно, был в Москву. Причем звонок был сделан до отставки. Сейчас идет много разговоров, обсуждалась ли с Кремлем кандидатура нового преемника или нет. Но, по крайней мере, официально Кремль заявил, что кандидатуру преемника была выбрана без участия Кремля. Дословно, Песков сказал следующее. Нет, но Султан Абишевич не советовался и, безусловно, об этом не могло идти и речи. Но, разумеется, он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало, скажем так, достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора. Конец цитаты. Далее, в тот же день, 19 марта, Назарбаеву позвонил президент Узбекистана, президент Кыргызстана, президент Белоруссии и премьер-министр Армении. И все они выразили свое сожалению. Глубокое-глубокое сожалению по поводу его завтрашней отставки. 20 марта Назарбаев официально сложил свои полномочия, а Касым Жумар-Такаев официально вступил в должность президента Республики Казахстан и принес присягу народу Казахстана. И вот тут возникает неловкая пауза. Кто первый позвонит новому, второму президенту Казахстана? Если бы Касым Жумар-Такаев был действительно согласован Назарбаевым с Путиным, то проблем не было бы. Довольный и благодарный Путин первым бы позвонил Такаеву с поздравлениями, с подарками, с приглашениями. Но звонка не последовала из Москвы. Можно утверждать, что Аккорда действительно не советовалась с великим Путиным. Назарбаев походу сам принял это решение и это, блин, очень рискованный шаг. Вернемся к нашим звонкам. Так что же там дальше было 20 марта 2019 года? А дальше начали испуганно звонить те, кто не успел этого сделать вчера, когда еще Назарбаев был президентом. И звонили они не новому президенту Казахстана, а старому, тому первому, то есть Назарбаеву. А почему старому? А потому что все боятся Путина. Никто ж не знает, ровно или неровно Путин дышит к Такаеву. Короче, сначала позвонил президент Таджикистана, потом позвонил президент Азербайджана, опять Назарбаеву. Потом позвонил Дмитрий Медведев из России и тоже позвонил Назарбаеву. И тут наконец-то случился первый смелый звонок второму президенту Казахстана Такаеву от президента Узбекистана Мирзьеева. Запомните этот момент, это очень важный момент, это исторически важный момент. Не Путин, а Узбекистан первым официально позвонил новому казахстанскому президенту. Это важно. Это надо поставить такой плюсик узбекам и записать в учебники по истории. Тут после узбеков сразу осмелели и Азербайджане. Азербайджанский коллега Ильхам Алиев добрался смелости и раньше Путина тоже позвонил нашему новому президенту. Азербайджану второй плюсик. Но молчание Путина продолжает нагнетать гнетущую атмосферу в Акарде. В Акарде больше 20 марта никто никому не звонил. И все в Акарде пошли спать. И сон, видимо, их был неспокойным. И вот настало 21 марта. Телефон снова разрывается. Все бегут к телефону. Кто? А это премьер-министр Армении. Верные вассалы Путина. И, конечно же, они просят к трубке Назарбаева. Но это понятно. Армения очень уважает Путина, в отличие от азербайджанцев. Хотя армяне, может, передали какую-то весточку от Путина. Армяне же вообще коммуникабельный народ. И имеют очень много своих людей в Кремле. Но об этом мы не знаем. В общем, игнорируют армяне нашего нового президента. Далее звонит президент Турции. Эрдоган. Ну, Эрдоган, конечно, Путина не боится. Но и на проблемы Казахстана ему тоже параллельно как-то. Его как-то больше интересует позиция Москвы. И поэтому он тоже зовет к телефону Назарбаева, а не Такаева. И, видимо, сказал Нану наконец-то. Сколько же можно тянуть с этим Вовкой? Бери быка за рога. Сам. И только после турецкого звонка Акорда понимает, что Путина придется принуждать к диалогу. После этого происходит самый интересный звонок. Впервые тройной формат, как говорится, сообразили на троих. Назарбаев и Такаев вместе звонят Путину. И только в таком формате удается поговорить. И вроде как даже договориться о визите Такаева в Москву. Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана, председателем Совета безопасности республики Нурсултаном Назарбаевым и новым главой государства Касеем Жамартом Такаевым. Как сообщила прислужба Кремля, российский лидер еще раз выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений и евразийской интеграции. Владимир Путин поздравил Касеем Жамарта Такаева с вступлением в должность. Достигнута договоренность о визите президента Казахстана в Россию, и он состоится в ближайшее время. Вообще весь этот цирк вполне логично укладывается в психологию Путина. Человек он крайне обидчивый и убежденный, что обидев его лично, будет обижена вся великая Россия в целом. Можно вспомнить его отказ от общения с Акашвили, его отказ от общения с Порошенко. И с Казахстаном всплыла эта же его черта. С Путиным не посоветовались, и он обиделся, звонить не захотел сам к Такаеву, звонки от Такаева тоже принимать не захотел. И только благодаря усилиям, как видим, Назарбаева состоялся этот диалог в тройном формате. Казахстанцы должны осознавать, что пока Россия остается главной угрозой безопасности для страны. Потому что между российско-казахстанскими отношениями присутствует чисто человеческий фактор в лице Путина. А человеческий фактор, он очень часто приводит к катастрофам. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки и дизлайки тоже ставьте. Оставляйте комментарии и, пожалуйста, без матов. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!